Насекомые это интересное создание, особенно когда за ними наблюдать и смотреть что они делают. Также мы зачастую думаем, что они вообще никак не общаются между собой, но это не так. А вот интересно, как тогда они это делают? В этом видео мы это и узнаем. Рассмотрим сегодня пчелу и муравья. Если вам понравится и вы захотите, чтобы я сделал вторую часть, то поставьте свой лайк и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Первое насекомое, про которого мы сейчас поговорим, это пчелы. Как мы знаем, живут они в большой дружной семье. Каждая пчела выполняет свою роль. Некоторые собирают нектар, другие хранят улит опасности и так далее. И как понятно, им нужно общаться, чтобы находить общий язык и понимать, что нужно делать. Пчела, которая обнаружила место, где много нектара, расскажет это остальным пчелам. Но пчела же не может просто сказать, у них есть собственный язык, язык жестов. Пчела начинает лететь по кругу, но это в том случае, если место, где много нектара, недалеко. Вот если она находится не близко, то пчела описывает фигуру, представляющую собой два кольца, соединенных прямой. Линия, которая соединяет круги, показывает направление, куда нужно лететь. Также, если пчела летит медленно, то значит нектар находится дальше. А если пчела будет более подвижной, значит она нашла больше нектара. Но после пчела может поделиться найденной пищей с сородичами. Она это делает для того, чтобы другие пчелы знали качество пищи. Еще пчелы просто по запаху узнают то, что нашел другой ее сородич. В общем, по этому танцу пчелы понимают, как далеко все это находится, где это и что это, ну и тому подобное. А если, например, ночь, то как пчелы поймут, что хочет сказать им другая пчела? Ну, здесь все просто. Пчела перекасается своими усиками к другой пчеле и начинает повторять движения. Таким образом, они даже в темноте могут понять, о чем идет речь. Следующие и последние насекомые, которые мы рассмотрим в этом видео, это муравей. Так же, как и пчелы, они много работают. Им тоже нужно как-то общаться и передавать информацию. Вот, например, если один муравей найдет какую-нибудь еду, то он сначала ее попробует и пойдет обратно в улей. На теле муравья есть специальные железы, способные вырабатывать пахучие вещества. Когда муравей с добычи возвращается домой, он по дороге периодически останавливается и касается земли жалом, чтобы оставить пахучий след. А другие муравью ловляют этот запах. Для этого они используют специальный орган, а это обычные антенки на голове муравья. Вроде бы ничего такого в них нет, но они очень нужны им. Так же, этими вот антенками они отличаются родичи от врагов. А муравью, которому не досталось еда, он может попросить у своих собратьев, которые уже наелись. Он поднимает голову на 90 градусов, раскрывает челюсть и представляет ее под голову насытищего собрата. Так же есть сигнал у муравьев, который означает, что еда не съедобна. Он простой. Муравей забирается на эту добычу и тут же спрыгивает назад. Еще иногда муравьи становятся виалами, когда нечего делать, они теряют бдительность. Если другой муравей это заметит, то он будет постукивать головой об своего сонного собрата, чтобы дать ему понять, чтобы он был бдительным. На этом данное видео заканчивается. Если вам понравилось, то буду рад вашему лайку и подписке на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok